Первая причина, когда нас не было, мы на конференцию уезжали, и так получилось, что этот третий месяц мы в Юшво, нас не было здесь, и я почувствовал себя почему-то плохо. Куда-по-худам, я от Карамкинф там приедем, я должен один Юшво сделать, помянуть о марте. Вторая причина, потому что это время, когда три недели все евреи скорбят по поводу второго храма. И я подумал про себя, что раз уж все евреи скорбят, была бы хорошая идея, и было бы очень хорошее дело, чтобы мы, скорбящие в этой семье, помянули моего Амаку. Я недавно прочитал одну притчу такую. Один очень богатый человек в Багдаде вышел на террасу свою посчитать деньги, приход-расход. А вдруг мимо проходит бедный человек, с кружкой, взвинет деньгами, чтобы он ему подал. Бедный подошел к нему, чашки свои трясет, а богатый говорит, дорогой, я тебе обязательно что-нибудь дам. Сейчас мне не мешает пять минут, приход-расход почитаю, то я собьюсь, потом опять начинать все. Потом чеки больше мотают хруса, мяку на пудово. А этот богатый сидит, считает, бедный думает, да, я свои тоже деньги почитаю, что я заработал сегодня. Взял мелочь, потихоньку считает. Перед богатым. Богатый ему говорит, слушай, ты что хочешь, решил сейчас выяснить, насколько ты беднее меня, что ли? А он говорит, не, я знаю, насколько я тебя беднее. Он говорит, как ты посчитал, откуда ты знаешь? Он говорит, я тебя беднее всего на 10 золотых. Он говорит, откуда ты, что это значит? А я, говорит, был на кладбище, я у могильщика спросил, саван для бедного и богатого, сколько стоит? Он говорит, разница 10 золотых. Поэтому, говорит, у нас с тобой разница всего 10 золотых. Он говорит, я говорю, окей, ты в дорогом сафане, тебя похоронят, а меня в таком простом сафане. И это о чем притча? О том, что человек, сколько бы ни заработал, сколько бы ни имел, все равно уходит в одном сафане. Как в той притче, где один богатый очень человек своим детям сказал, Ребята, если вы хотите, чтобы я был рад на том свете, меня похороните в носках. Тогда все богатство мое, ваше, если же меня без носков похороните, сори, ничего вам не достанется. А тут все это пса, как папу похоронить в носках. Бегают от этого коробая к этому. Надо папу похоронить в носках, он замещал. Нет, еврея в носках похоронен быть не может. Как пришел, так и ушел. И бежуробачок, ай, ну и лёж похоронили без носков. А если он пришел, босков уйдет. Да. На следующий день после похорон Лоя пришел, говорит, ребята, вот вам письмо от папы. И он написал им, дети мои, дорогие, я знал, что вы меня в носках не похороните. Я это сделал для того, чтобы вы поняли и чтобы запомнили на всю свою жизнь. Каким бы богатством вы ни обладали, сколько бы золота у вас не было, сколько бриллиантов не было в вашем сейфе, вы отсюда уйдете голые. Я оставляю все богатство вам. Но самое главное, я хочу, чтобы вы помнили, что все это временно. Самое главное, живите ради имени, доброго имени. Рахмат Куна, мой Амак, жил не ради богатства. Как уже говорили, он до денег, у него дела не было. Он не хотел напрягаться, считать, думать, сколько у него денег, сколько еще это, что с ними делать. Все было на голову моей тёщи. Боже, аучимо. Самое главное, что он уходил в 5 часов утра на работу, в 6 часов утра он заходил ко мне в медпункт, автобаза, да, я работал в таксопарке, 3 года вечером. Заходил. Через раз он мне говорил, что у него хорошая дочка раздела. Света, какой жена-то? Я зарабатывал на свадьбе. У него 3 работы было, он специально там устроился, на таксопарке, чтобы там еще... Чтобы познакомиться с Литой. И вот он работал целый день, зарабатывал, набивал карманы рублями этими, 3-х рублёвыми, 5-ти рублёвыми, приходил домой, у него времени не было, надо было идти шахматы играть. Ему не надо было это. Он деньги вот так вот в карманы вытаскивал на стол. Зина, Марафтан. Всё. На этом его обязанности кормиться завершались. Остальное он знал, что всё будет нормально, потому что у него была мудрая жена. И вот так он вырастил детей. Гордился тем, что они все имели образование. Очень любил их. Очень любил мир в доме. Но самое главное, что у меня всегда... Вот он такой человек спокойный по жизни был, но Риту он любил очень. Вы видели, какие у него глаза были? Как он говорил всем валиться, она докторами везет. Америка, профессор, чему бы ничего мне те. Она вас научит, как лечить. Вы видели, как он по телефону говорит. Рита, все авто и сульвама, что к нам? По телефону. Сразу Рита ему давала советы. Он сразу говорит, Зина, Фамина! Это надо делать. Вот такое было отношение к Рите. Так он гордился. Так он... Все так вот. Рахматка рабочая. Он действительно жил ради имени. Вот сколько бы люди ни выступали, сколько бы ни говорили про него. Самое главное. Все говорят. Он не любил скандалить. Он никому не сказал плохого слова. Он никому никогда не завидовал, потому что он не хотел на это напрягаться. Чтобы завидовать, надо тоже напрягаться. Думать, что у этого человека есть. Чего у меня нету. Почему у меня нету? Это напряжение. От этого человек сохнет. Худеет. А он напрягался только в шахматы играл. И в нарды. И самое главное, как два часа ночи смотрел футбол.